Братья и сестры, приветствую вас! Я сегодня у вас, ну, специально приехал сюда по поручению, для того, чтобы решать тут некоторые вопросы. Но, пользуясь тем, что у нас сегодня молитвенное служение, я бы хотел сегодня прочитать место Священного Писания, немножко порассуждать об этом, помолиться, а потом перейти к основной части нашего общения. Александр Иванович, ну, народ не знает, кто ты, помнит, а что, неужели забыли, братья и сестры? Ну, я-то могу вас кое-кого позабывать, а вам... Ну, меня зовут Александр Иванович Бублик, вот так. Из города Ростова-на-Дону. Я у вас бывал, братья и сестры. Бывал, даже могу сказать точно, когда вот ровно 4 года назад я был в церкви. И после этого еще на Братском, по-моему, бывал здесь у вас. Матфея, 20 глава, я прочитаю с 25 стиха. Иисус же подозвал их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так, как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». А в Луке, 22 главой, 27 стихом написано так, «Кто больше, возлежащий или служащий, не служащий ли, а я посреди вас, не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий». Вы знаете, я сегодня хотел бы обратить внимание, и все-таки, кто кому служит. Вот мы привыкли, мы служим Богу, мы служим Богу, мы что-то для Него делаем, что-то для Него как-то отстараемся, но вроде бы и неплохая мысль. Но я бы хотел обратить внимание сегодня на служение Иисуса Христа нам. А служит ли нам сегодня Господь? Как Он послужил для нас? Ведь это очень важно в нашей жизни. В Евангелии от Иоанна, глава 13, я прочитаю с 1 стиха по 9. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил своих живущих в мире, до конца возлюбил. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонова и Скариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел и к Богу отходит, встал в свечере, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце и припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имей счастья со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Ну, достаточно до этого места. Ну, меня интересуют вот некоторые моменты. Влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем. Он уже кому-то омыл ноги? Ну, похоже, что да, кому-то уже одному помыл ноги, вытер второму. И вот подходит к Симону Петру. И Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Но у меня появились вопросы, а почему он так категорично? Ведь перед ним другие же не были так категорично. Моешь, ну и ладно, мой. Почему Петр так категорично? Не умоешь ног моих вовек. Ну, наверное, чтобы нам было понятие, нужно сначала вопрос, а почему Петр не помыл ноги ученикам и учителю? Почему он это не сделал? У него же была эта возможность, да? А проблема в том, что у них перед этим была, ну, проблемами же с собой. Кто кому должен быть ноги? Кто старше, кто больше из них? Кто из них больше? Вот удивительно, и они не могли определиться, кто больше. Христос спрашивает, о чем вы рассуждали? А им стыдно признаться, кто больше? Вот он неоднократно, они об этом рассуждали между собой, спорили, кто больше. Ну, наверняка, что у Петра было больше всего аргументов, что он больше. Потому что когда-то Христос ему сказал, «Ты, Петр, камень, и на этом камне я создам церковь мою». И я думаю, что у него больше всего было аргументов. И я так вот думаю, что ему не позволила гордость мыть ноги. Вот надо же было помыть ноги остальным, это надо было признать, что ты меньше. Ну, служащий же моет ноги. А он этого не мог признать. А когда Иисус Христос решил помыть ему ноги, он тоже воспротивился. Почему? Ну, та же самая проблема. «Я не позволю тебе никогда, Господи, чтобы ты умыл мне ноги». Братья и сестры, а где нужно больше смирения? Когда мне помоют ноги или когда я другому помою ноги? А? Смотря кому, да? Ну, вот у нас как-то не принято мыть ноги, да? Вот, друг другу. Ну, разве только больные. Вот так вот, представьте себе, зашли вот, ну, и надо помыть ноги. Мне кажется, немножко сложнее подставить свои ноги, чем кому-то помыть. Ну, может, потому что я тоже такой гордый. Кто его знает, как получается. И вот здесь вот Петр говорит, мне никогда, никогда. А написано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И вот Иисус говорит, если не умою тебя, не имеешь счастья со Мною. Братья и сестры, а я хочу сказать, а сегодня все остается так же, в силе, в той же самой силе. Ничего не меняется. Иисус Христос сегодня тоже хочет послужить нам. У нас бывают проблемы, у нас есть грязь, у нас есть вот, ну, то, что не должно быть. И Господь хочет нас омывать, хочет смыть. Он сказал, ничего нечистого в Царство Божие не войдет. Ничего не войдет. И для того, чтобы Он омыл, нам нужно тоже смириться. Нам нужно смириться, чтобы Господь сделал этот шаг. Вот знаете, вот иногда смотришь, человек понимает, что он во грехах. Но ему надо бы смириться, надо бы, чтобы Господь его простил, а у него не хватает этого смирения. Ну, как это? Я, мне, Бог, мыть будет? Или Господь будет меня прощать? А люди будут смотреть на меня и так далее. И люди тормозятся в этом вопросе, не хотят идти. Мы привыкли к тому, что мы думаем, что мы должны служить Господу. Да, Христос говорит, кто мне служит, мне да последует, где я там и слуга мой будет. Кто мне служит, того почти-то отец мой. Но, нужно сказать, ни один не сможет служить Ему или другим до тех пор, пока Господь не послужит тебе. Не сможет человек омывать ноги другого, утешать другого, сострадать другим, пока не позволит это сделать Господу. Вот если человек не имеет этого опыта утешения от Бога, прощения от Господа, вот он не сможет других прощать, утешать, помогать как-то, у него это не получится. Вы знаете, вот у язычников Боги, которым они служат, они приносят им приношения, жертвы, они их носят, они их моют, вытирают пыль с них, обновляют. Но вот Господь в деянии апостола, Бог через Петра говорит, Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих чем-либо нужду. Сам дая дыхание, сам дая всему жизнь, дыхание и все. Вот Он не требует, чтобы Ему как-то вот Ему служили. Он говорит, Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить. Но у нас вот понимание до сих пор, что мы должны служить Богу. Ну, в принципе, я не отрицаю этой мысли, мы чуть позже коснемся, но сам факт, тут правильный подход. Блудный сын тоже шел с желанием послужить отцу. Но отец, знаете, поменял эту работу у него. Все произошло наоборот, только пришел сын, только увидел отец. И поцеловал его, и обнял его, и одел его, и покормил его, и омыл, и пир приготовил. Все сделал ему отец. Правда, старший сын немножко ожесточился и против отца, и против брата своего. Я эту мысль как-то у себя говорил, что вот пришел блудный сын, отец его с радостью принимает, служит ему. Вот, он его не обвиняет в его прошлом. А вот старший сын обвиняет. Обвиняет и брата, и отца обвиняет, и того, и другого. Вот удивительная вещь. Вот казалось бы, ну, а чего тебе? Ну, отец вот такой добрый. Нет, ты не прав. Ты не прав, отец, ты не прав. Вы знаете, вот у Христа вот такой принцип. Иван говорит, Матфея, 11 главой, он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я послужу вам. Другими словами, я успокою вас. Вот я совершу свое служение. И я бы хотел, чтобы мы могли вот чаще об этом думать. Чаще об этом думают. Не мы служим Господу, а Он служит нам. Он служит нам. И нам нужно давать эту возможность, чтобы Он нас омывал и очищал, и служил нам сегодня. И нужно благодарить Бога за то, что и сегодня Господь нам служит. Наш Господь готов служить нам, потому что Он отец наш, а мы его дети. Братья и сестры, а кто больше нуждается в служении, дети или отец? Вот кому нужно больше служить, отцу или детям? Дети должны служить родителям или родители служат детям? Кто больше служит? А? Мне кажется, родители больше служат. А? Родители, да? И вот отец наш, наш Господь, Он больше служит нам. Мы иногда, знаете, даже защитываем, считаем свое. Вот я вот столько послужил Богу. Вот я больше, чем ты. Вот я больше сделал. Я то и защитам. А Он, знаете, делает и не считает. И не считает. Он делает, как положено. И знаете, чем больше мы будем смотреть на Иисуса Христа, мы будем больше преображаться в Его образ. Больше будем любить, больше будем давать, жертвовать, служить младшим. Чем больше человек взрослеет, тем больше он становится даятелем благ. Потому что наш Господь, вот, ну, совершенный Господь. И Он, знаете, и Он хочет, чтобы мы были совершенны. Мы, смотря на Него, подражаем Ему, становимся, делаем то, что делает Он. Однажды к Нему подошли люди и говорят, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Как вы думаете, на что они рассчитывали? Что им скажет Господь? Наверное, они думали, ну, сделай вот то, сделай то, другое. Они же всегда были нацелены, что, ну, что-нибудь сделать угодное для Бога. Что-нибудь, какие-нибудь дела. Он говорит, вот дело Божие. Поверьте в того, кого Он послал. Странно немножко, да? А где же дела? А где же дела? Просто поверьте того, кого Он послал. Но, знаете, я думаю, что вот и сегодня необходимо поверить, что Иисус Христос пришел. Что Он пришел сделать? Пленным освобождение дать. Измученных отпустить на свободу. Вот послал исцелять сокрушенных сердцем. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Братья и сестры, вот таков наш Господь. У нас вот есть одна проблема. Вот если у нас задать, я у себя задавал вопрос, а каков наш Бог? Что ты знаешь о том Боге, в Которого ты уверовал? И вы знаете, люди по-разному отвечают. И я обратил внимание, вот кто какого Бога знает, тот в такого Бога и преображается. И в такого человека. Если человек знает, что Бог у меня справедливый Бог. Он будет ко всем относиться справедливо. И будет, говорит, Бог же справедливый. И я должен справедливо относиться. Он будет видеть все недостатки в другом человеке. Всегда будет высказывать его, требовать справедливости. Если он знает, что Бог, судья, праведный, он такого Бога знает. Вы знаете, он преображается в судью. Он всех судит, всех осуждает. Он постоянно, хотя Христос сказал, не осуждайте, он будет все равно ходить, осуждать. Почему такой Бог. И Слово Божие говорит, что мы, смотря на Него, преображаемся в тот же образ. От славы славы, как от Господня Духа. И вот нам нужно сегодня посмотреть на нашего Бога. Вы знаете, даже я прочитал в Евангелии от Матфея, в 11 главе, 27 стихом. Христос говорит, никто не знает Отца, кроме Сына. Никто не знает Сына, кроме Отца. И кому Сын хочет открыть? И у меня сразу вопрос. А что, правда никто не знает Бога? Что, до Христа никто не знал Бога? Ну, как же, кажется, знаем. А Он говорит, никто не знает. Еще больше Он сказал, и истины не было до Меня. Как же не было истины? А Слово Божие говорит, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И вы знаете, у нас вот такое представление бывает о Боге, ну, которого мы не рады, а то, что мы наслушались. И вы знаете, я взял, задался такой целью. Прочитаю я Евангелие от Матфея, Луки, Марка, Иоанна с одной целью. И выпишу абсолютно все, что Христос сказал об Отце Боге. И когда я выписал о Нем все, у меня получилось так, две странички, все абсолютно выписывал. Братья и сестры, всего-навсего три случая в непользу грешнику. Все остальные положительные. Ну, какие? Если вы не будете прощать людям, и Отец ваш Небесный не простит. Если ты, находясь на лазе, и не будешь проносить плода, Отец отсечет тебя. И третье, подзабыл немножко третий случай, где он говорит, а, если не будешь веровать в Иисуса Христа, гнев Божий будет на тебе. Вот три случая всего-навсего. Три случая. А действительно, люди все подгоняются. Все остальные – Бог, благ, и неблагодарным, и злым. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Он, ну, в общем, все эти мысли заботятся абсолютно. Смотрю, к нему приходят грешники, и он не говорит им, уверуешь в меня, я тебя прощу, или исцелю тебя, или накормлю тебя. Абсолютно всем. Бескорыстно. А у нас так бывает, братья и сестры? А у нас мы говорим, нет, ты сначала уверуй в Иисуса Христа, да еще и в нашу церковь приди. Стань таким, как мы, потом мы тебе окажем помощь. Вот так бывает. Ну, не везде так, но такое бывает. Я посмотрю, вот немножко неправильное у нас представление. Мы забываем, а что же для нас сделал Господь? А Он и сегодня, вот я вам прямо скажу, братья и сестры, вот мы согрешили, где-то в чем-то согрешили. К кому мы пойдем? Вот ко Христу мы идем, и тут тайна, чтоб никто не знал другой. Почему? Другой осудит. А Он? А Он не осудит. Или осудит, братья и сестры? Учусь я на Николая Степановича смотрю. Николай Степанович, что они на тебя все смотрят? Осудит или не осудит Христос? Он не осудит. Он говорит, я пришел не судить. И еще Он сказал, и Отец мой никого не судит. Весь суд отдал мне. Братья и сестры, как важно нам понимать. Вот я смотрю на учеников, вот сколько они с ним находятся, три с половиной года. И вот приходят на вечерю, и никто не захотел мыть ноги. Я думаю, а зачем Ты помыл, Господи, ноги? Показать, что Ты лучше их? Или чтобы они потом ходили и страдали? Мне ноги помыл Христос, а я Ему не помыл. Для этой цели или нет? Мне кажется, нет. Он явил любовь Свою. Он как к детям отнесся. Взял и каждому помыл ноги. И никого не упрекнул. Знаете, есть даже, есть даже, ну, такое место, которое трудно понять. Привели к нему женщину, взятую прелюбодеяние. Говорит, Господи, Моисей сказал таких камнями побивать. Что Ты скажешь? А он говорит, кто из Вас без греха первый, брось в нее камень. Разрешил? Бейте. Ну, Ты же должен сам быть без греха. Братья и сестры, он остался один, кто был без греха, который имел право побить ее камнями. Он спрашивает женщину, где Твои обвинители? Никто Тебя не осудил? Она говорит, нет, Господи, и я Тебя не осуждаю. Иди упредь, не греши. Скажите, Он ее действительно не осудил? Или в нашем понимании так? Когда я прочитал у нас место, один из братьев говорит, ну, она ж покаялась, и он ее помиловал и простил. Я не нахожу, чтобы она каялась. Ну, не нахожу. Он ей говорит очень просто. Женщина, я Тебя не обвиняю. Иди упредь, не греши. Но нам бы понятнее было бы сказать, женщина, я Тебя прощаю. Запомни, я Тебя прости. Иди и помни это, и больше не греши. Вот я всегда думаю, вот мы согрешили. Господь умер за нас. Воскрес. Для нашего оправдания. Он объявил нас невиновными или просто прощенными. Мы себя чувствуем прощенными грешниками или мы себя чувствуем, что мы невиновны перед Богом. Оправданными, да. Нет, не друг перед другом. Он нас не друг перед другом оправдал, братья и сестры. Друг перед другом. Мы далеки от чего. А вот перед Отцом Своим. Мы оправданы. Вот Сатана нас каждый раз обвиняет. Написано, день и ночь клевещет. Он что, неправду? Нет, он правду. Он наши недосадки собирает и туда. А что Христос делает? А он оправдывает. Нечестивых оправдывает. За то, что они правильно поступили – нет. Нечестивый поступает неправильно. А он оправдывает, потому что они поверили. В кого? В Иисуса Христа. И вот я так думаю, что сегодня делает Христос? Он оправдывает нас. Он служит нам. Братья и сестры, вот мы каждый день что-нибудь, мы даже не замечаем. Ведь мы же у нас же, вы знаете, как вот… Ну ладно, мы прощены, мы спасенные, мы помилованы, мы оправданными. Братья и сестры, мы же в себе чувствуем или видим борьбу? Написано, плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. А должно быть у праведника так или нет? Но нам, конечно, такого не должно быть. Если я праведник, значит, если я праведник. А праведник может грешить или не может? Не может. А Христос сказал, семь раз упадет и встанет. Праведник может грешить. И вот у нас стоит вопрос, а почему? Нет, он не позволяет грешить. А почему вдруг он… Вот постоянно смотрит, мы боремся постоянно, трудимся над собой, чтобы не грешить. И грешим, и грешим. И сразу у людей сомнение. А может быть, я не прощеная? А может, я не святой? А может, это не для меня? И человек опять идет, кается, исповедуется. Проходит время, опять такая проблема. Что за беда? Ну, кто-то скажет, у меня так не бывает. Простите, я одну мысль напомню. Как-то в одном месте с братьями едем, разговариваем. И один из братьев говорит, вот, в той-то церкви регистрированной, говорят, что у них бывает такое состояние, когда как будто Бог от них уходит. Вот, они не знают, как сориентироваться правильно. А у меня такого никогда не бывает. Всегда Господь со мною. Всегда меня руководит мною. Я говорю, правда? Правда. А можно я вопрос задам? Ну, задай. А вот в Евангелии от Иоанна написано так. Дух дышит, дышит, где хочет. И откуда приходит? Не знает. И куда уходит? Не знаем. Так бывает со всяким рожденным от Бога. Объясните, пожалуйста. У вас такое бывает? Он раз. Говорю, у меня бывает. Вот не знаю, раз. Ни вдохновения нет. Ну, какое-то вот молчание. А у вас бывает или нет? Ну, если сказать, что не бывает, значит, ты нерожденный слышишь. Написано так, бывает у всякого рожденного слыши. Что ты можешь сказать? Братья и сестры, мы два дня были, или три дня были в общении. Так и не нашлось ответа нормального по этому вопросу. Вот мы иногда о себе такого великого понимания, великого понимания. А вот Бог нас прощает и милует. И вот я думаю, почему мы все-таки прощенные, оправданные? А с другой стороны, каждый день просим Господи, прости меня, помилуй меня. Что это за проблема? Ну, иногда это не шизофрения у вас случайно, святые грешники. Ну, такого уж не может быть. Братья и сестры, в Евангелии, в Послании Римля на 8 главе Павел говорит, «Вся тварь совокупно стенает и мучится, до ныне ожидая искупления и усыновления детей Божьих. И не только тварь. И мы сами стенаем в себе, ожидая, не помните чего? Искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. А вот когда не видит, это надежда. Мы спасены, думаем, что это такое? Братья и сестры, вот в том вопрос, что Господь нас объявил праведными, спас нас, а тела наши, они остались при нас. Вот это наследство Адама, оно осталось при нас. И мы ожидаем, когда же тела наши будут искуплены. Вот у нас постоянная борьба идет. И где-то мы не устаиваем. И где-то мы падаем, мы согрешаем. А что делает Христос? А Он омывает нас. А Он ходатайся за нас. Он служит сегодня, служит нам. Братья и сестры, вот поэтому я и хочу обратить внимание, что мы иногда думаем, что мы больше служим. Мы служим Богу. Господи, вот мы Тебе служим. Мы Тебе и то, и другое делаем. Почему у меня так? Почему у меня это? Мне кажется, знаете, что мы немножко большого о себе мнения в этом направлении. С одной стороны, мы себя видим грешниками. С другой стороны, мы себя видим, что мы только и служим Господу. Братья и сестры, вот когда Господь совершает служение в нашей душе, мы преображаемся в Его образ. Вот свободный человек от зла, он не будет делать зла другому. Вы согласны с этим, не, братья и сестры? Он не будет делать. Он сможет служить людям и Богу. Его служение будет в радости, а не в тягости. Он не будет осуждать другого человека. Ведь Христос сказал, не осуждайте. Я тоже одну мысль оброню здесь у вас. Христос говорит, не судите, да не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Каким судом судите, таким судом будете осуждены. Братья и сестры, а судить это грех или нет? О, о, братья и сестры, ну мы сейчас найдем простой ответ. Ну тогда же церкви не было, когда Христос говорил, да? А когда Павел говорил, он уже был о церкви. Он сказал, духовный судит о всем. А о нем никто судить не может. Почему? Потому что духовный имеет ум Христов. О как! И вот представьте себе, собрались мы все. Все духовные. А нас никто судить не может. Мы все имеем ум Христов. Но зато мы можем судить о ком? О всех или о всем? А мы всех судим. И если что, я духовный, ты не духовный. Ну вы, наверное, знаете церковь, которая поделилась на духовных и недуховных. Духовные оказались в офисе, а недуховные остались в лесу. Вот поделились. А как вы так поделили церковь? Ну, они плотские, а мы духовные. Потому что они тоже хотят, нет, нам не нужно плотских. Но эти плотские по сей день живут, а эти духовные не знают, как дальше жить. Все вокруг не так. Братья и сестры, вот я вам хочу сказать, что вот мы часто недопонимаем, что делает Господь. И вот Господь говорит, Он служит нам. Он служит нам. Если я не омою тебя, не будешь иметь части со мной. Не будешь. Поэтому, вот знаете, когда вот, ну, подружились молодые люди. И вот молодой человек хочет послужить девушке, например, руку подать ей, помочь что-то понести. Она отталкивает, я сама, я сама. Что происходит в этот момент? Вам не кажется, что она его просто оскорбляет, пренебряет им? Вот так и в нашей жизни. Когда нас Господь полюбил, хочет нам послужить, а мы я сам. Я сам, я сам. Мы просто его оскорбляем. Поэтому нельзя уклоняться от служения Иисуса Христа, который Он совершает в нашей жизни. Правда, братья и сестры, я хочу сказать, что все, о чем я вот говорил сейчас, что мы слышали, вот, это не говорится о том, что нам служить не надо. Нам тоже служить надо, потому что Господь нам тоже повелел, чтобы мы могли делать то, что делает Он. Но вначале Он делает для нас. Сначала Он делает нас способными, чтобы мы могли служить другому. И написано, служите друг другу тем даром, которым Бог, ну, которым Бог даровал, который получили мы от Господа. Принимайте друг друга, как Бог принял нас. Служите друг другу, как Бог принял, как служит нам. Братья и сестры, я вот еще хочу сказать. Вот в правильной жизни, вот в правильном понимании, в моем таком представлении, Бог нас, грешников, спас, оправдал, чтобы мы могли теперь служить друг другу. Другими словами, мы не живем для того, чтобы заслужить спасение, а Он нас спас, чтобы мы теперь жили на этой земле и служили друг другу. Вот если у нас такое понимание, что вот Он нас спас, Он все сделал для нашего спасения, а теперь мы, Он говорит, а теперь, вот как написано, «Благодатью вы спасены, и сияние от вас, Божий дар, и нет дел, чтобы никто не хвалился», да? А потом сказал, «Ибо мы Его творение созданы на добрые дела». Кому? Друг другу. Однажды в книге Ио написано, «Праведность твоя, что дает Богу? Или твое нечестие, что делает для Бога? Твоя праведность и твое нечестие относятся к кому? К человеку. Мы ничем не можем праведностью своей что-то сделать, ну, например, повысить авторитет Бога. Или своим нечестием понизить авторитет Бога. Или можем, братья и сестры? Ну, наверное, какие-то странные мысли, люди молчат у вас, или у вас не привыкли разговаривать. Я думаю, что, братья и сестры, вот все наше добро, оно относится к людям. И весь наш негатив относится к людям. Тех, которых возлюбил Господь. И нам нужно это понимать. Если нас Господь любит, вот мы все же разные люди пришли из мира, ну, пусть даже в семьях христианских родились, все равно вы пришли из этого мира. Все равно никуда мы не деваемся, все равно мы приходим, получаем рождение от Господа. И вот мы разные совершенно люди. Но мы дети Божии. Каждый – дети Божии. Мы же не выбираем себе братьев и сестер. Или выбираем? Не выбираем братьев и сестер себе. Вот Бог так поместил такую семью. У меня есть братья, есть сестры, и я должен с ними считаться. Так вот и в церкви. Поместил Господь нас в одну церковь, и мы должны считаться друг с другом, и любить друг друга, и заботиться. И вот мое нечестье, оно относится проблемой к братьям и сестрам. Моя доброта, моя любовь, мое служение – это тоже во благо братьям и сестрам. И когда это все есть у нас, и почему написано, если ты говоришь, я люблю Бога, а брата, с которым ты рядом вместе ненавидишь, ты лжец. Такого быть не может. Потому что Господь хочет, чтобы мы служили друг другу. Он дал нам дары для служения друг другу. И поэтому благословил бы нас Бог, чтобы мы, получая от Него эти дары, эти способности, могли бы вот вместе служить Богу друг другу и сказать, как сказал Павел, не я, а благодать Божия, которая со мной, она послужила. Она была во мне, не было тщетно. Пусть нас Бог благословит, друзья, понять эту мысль, чтобы, как Он сказал, кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. Если мы посмотрим на служение Иисуса Христа, мы обязательно его, но мы увидим Его любовь, Его сострадание, Его заботу к грешникам, к своим близким. Я думаю, что нам нужно от этого, нам нужно учиться у Иисуса Христа. Братья и сестры, вот написано, когда мы придем при лицо Господне, вот в Откровении 7 глава, с 14 стиха написано, они убелили одежды свои кровью, Акца. Они позволили Ему, чтобы Он омыл нас, и вот омыл этих людей, и вот они, они будут там. За что они пребывают там, пред престоловым Акцем? Что это за такая честь? За то, что их одежды были омыты кровью Акца, кровью Иисуса Христа. И поэтому они служили Ему, написано, день и ночь в храме Его. Я так просмотрю, а в чем же заключается это служение? Чем они там на небесах служили день и ночь? И читаю. А не просто, братья и сестры, я так сделал вывод, я могу прочитать, но я сделал вывод. Вот это в Откровении 7 глава с 14 по 17 стих. Написано, Он их водил на злачные плажити, поил их водой живою, Он давал им отдыхать. Другими словами, они просто наслаждались тем, что им давал Господь. Он для них все сделал. Они не будут ни алкать, ни жаждать, ни солнца палить их не будет, ни все. Все приготовил, и одежду, и пир, и уют, и сам был с ними. Что они могли делать для Него? Вот мне было сложно, что же они могли для Него там написать, день и ночь служили. Мне кажется, они день и ночь радовались и благодарили Бога. Прославляли Его, да? Славили, радовались и благодарили Господа. Я хотел бы сказать, что служение Иисуса Христа начинается здесь, на этой земле. Свет пришел в мир. Нет в Нем никакой тьмы. И поэтому нам нет смысла убегать от Него. Даже у среди верующих людей бывают моменты, когда что-то не по-моему. Кто-то меня огорчил. Какое-то разочарование. Все, разочаровался в Боге и пошел. Как-то однажды подошла одна сестра и говорит, все, я в собрание больше ходить не буду. Меня не любят тут, не понимают. Я уже вот две недели или два месяца уже не хожу в собрание. Просто смысла никакого нет. Я разочаровалась в Боге. Я говорю, стоп, стоп, подожди. А почему в Боге? Ну, ладно, люди тебе сделали проблему. А Бог при чем? Ну, хорошо, ты пошла в мир. Скажи, тебе легче стало? Нет. Еще хуже. Может, тебе надо вернуться назад? Ну, при чем тут Бог? Люди тебя не поняли. Ну, в ее понимании люди ее не поняли. Она одинокая, она переживает, над ней там подкалывает и так далее. Она разочаровалась и ушла. Куда ты ушла? Ну, после некоторых времени беседы все-таки она раскаялась, сказала, нет, никуда я не пойду. От Господа никуда не пойду. Братья и сестры, вот Господь сегодня служит нам. Вы знаете, Слово Божие говорит о том, что Он сделал нас пред Собою святыми, непорочными и неповинными. Колоссянам 1, 22. Благословил бы нас Господь, чтобы мы могли вот за это благодарить Бога, ну и помнить, прощенный может прощать, согретый любовью может других согревать, помилованный может других миловать. То, что я имею, то я смогу дать другому. Поэтому, когда Господь стучит в наше сердце, хочет нам помочь в чем-то, никогда не отказывайтесь. Он и сегодня служит нам. На первом месте Он, а потом уже мы что можем, то делаем для Него. Думаю, что для некоторых может быть эти мысли ну непродуманные. Но это мое такое понимание, что Господь нам служит сегодня. Я бы хотел, чтобы мы поблагодарили Бога и равнялись на Него. Служили Ему или служили друг другу, как и Господь сделал для нас это. Помолимся Ему. Аминь. Спасибо.